так ботертов дорогие друзья доброго утра шалом значит еще было бы классно если есть но я думаю схватит это зарядная зарядочка если есть было бы отлично и так дорогие друзья все собираемся я уже в киеве представляете сейчас вообще раньше люди чтобы сделать одно путешествие они всю жизнь собирались до пол жизни он собирается потом он едет пол жизни возвращается и всю до конца жизни об этом рассказывает да да а тут мы успели сайтаном съездить в москву он по своим делам я по своим делам вернуться вообще представляете всем шалом яков шатанин латкусов саид макаев все значит максим перенчук светлана шумова всем шалом всем привет олег марголин шалом саид макаев всем добрый день отлично значит мы продолжаем сегодня мы заканчиваем с божьей помощью девятнадцатую главу о алекс поделка шалом брохата дыну или мхон шоколе между стелла телевник да все я все время вспоминаю куда-то делся михаил федорович а то оказалось михаил федорович я говорю доброе утро михаил федорович это михаил федорович но что-то нету я зураба слонян шалом шалом все мы начинаем 27 отрывок девятнадцатой главы значит написано так 27 отрывке хадаль бни лишь муа мусар лишь год мим рейда значит удивительно до этого нас царь соломон все время он нам говорил что надо слушать мусар надо слушать наставления есть наставление двух типов первое наставление мусар называется это через страх наказания когда высший разум интеллект по по как бы по направлению божественные божественная тора то есть бог дал знание что такое хорошо что такое плохо что надо делать что не надо делать дал знание теперь это знание человек получает своим интеллектом он принял это знание тора и дальше у него есть такое животное внутри которая его несет куда ему хочется животного и мусар это заставить это животное делать то что бог велел делать через страх наказания через страдания это мусор себя также заставляет надо и также надо заставлять там детей своих и так далее то есть как кнут кнут ну то есть это как бы лучше средство воспитания теперь значит есть ох 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 это а пошла на это наставление значит наставление это когда через интеллект человеку объясняет послушай правильно делать зарядку правильно делать зарядку значит зарядка это она как бы дает человеку энергию бодрость заряд и так далее а мусор это заставить его прямо делать зарядку показывая ему фотографии людей умирающих от ожирения вот так вот прям перед глазами смотри я помню вчера есть такие упражнения для шеи у меня сейчас брат делает там тренинги для шеи но разные упражнения для шеи в фейсбуке есть и значит и он но я знаю что надо делать эти комплексы упражнения все но я как бы так не делаю у меня еще уже болит у большинства людей которые вот уже с пробегом да такие за 40 у них все время за компьютером сидишь шея начинает болеть и он мне вчера прислал значит я сидел в аэропорту он не прислал стоит но такое видео 7 минут где один доктор этот шишонин который именно продвигает эти упражнения он говорит такой спокойным говорит а знаете почему многие артисты и ораторы но те кто выступают на сцене умирают от рака мозга давайте вам сейчас нарисую у них значит шея они в стрессе у них пережимаются мозгу не хватает кислорода плюс они говорят громко детонаторы раковые клетки значит они нужен он все это нарисовал так вот спокойным поэтому я вам советую делайте упражнения для шеи я я вам вот я нуклеаса нельзя я говорю это факт я сидел в аэропорту в кафе и начал делать упражнения то я 20 минут не мог на них найти но когда я увидел себе рисунки как ну то есть он реально меня испугал я прямо в аэропорту не стесняясь ничего сделал этот комплекс упражнений для шеи это так работает мусар через страх через страх до сразу появляется мотивация понятно о ха ха до этого мне объясняли я и в шишонина слушал книжки читал и все я знаю что полезно но не хватало да хорошо теперь значит дальше так но здесь нам почему-то говорит царь соломон в двадцать седьмом отрывке он нам говорит переставая говорит сын мой лишь мой мусар говорит переставая лишь мой муж слушать мусар вот эти наставления почему лишь год мемре дат когда они тебя обучают свернуть с пути дата дат это опознание чистое опознание торы да что это значит оказывается есть такие люди которые начинают с красивого такого значит заявление да они говорят например друзья надо любить друг друга любите друг друга любовь знаете вот в торе даже написано вав талираха камоха возлюби ближнего как себя то есть они начинают с мусара да это мусар потому что надо любить друг друга то есть они как бы двигать начинают правильном направлении люди лучше такие развесили любовь все они горят поэтому пойдемте и сделаем ордю они как бы или например или например другой пример говорит значит посмотрите на нечастных рабочих рабочих угнетаю они целыми днями работают и работают, и их угнетают и угнетают вот эти вот угнетатели. Давайте пойдем сейчас и ограбим угнетателей и их убьем еще, чтобы не угнетали. То есть идет мусар, вроде бы, наставление, все начинается с правильных таких идей, но в итоге идет все как против Торы. То есть это называется, когда тебя мусаром двигают в сторону, свернут с пути Торы, с пути, да, его нельзя такой мусар слушать, понятно, да? То есть наставление, которое тебя ведут в сторону зла, нельзя слушать. А как же тогда быть? Вот в Торе есть две части, даже не две, в Торе есть больше частей. В Торе есть очень много частей, 70 лиц у Торы, но есть как бы, сейчас я расскажу про несколько, мусар это как психология Торы, то есть это система, как поставить себя под контроль своего интеллекта, это мусар, исправление качеств, да, управление даже больше качествами. Есть часть Торы, которая называется Аллаха, закон. Значит, закон, он, он, есть специальная такая книга, называется Шулхан Арух, ее записал, накрытый стол, ее записал 500 лет назад, Равьосов Каро, на базе того, что он изучил до этого, тысячу лет назад, Рамбам, Рабейну Ашер, Рош и Риф, они написали полностью на Талмуд, как комментарии, вытащили из Талмуда все законы. А Талмуд, он состоит из двух частей. Талмуд состоит из части, которая занимается законами, Аллахот, законы, то есть мудрецы, они из Торы выводят точно закон Аллаха, это от слова как идти, как идти. Они выводят точно, прям, вот точно, да, что надо делать, в какой ситуации, что не делать, где заповеди, что можно, запреты и так далее, прям с момента пробуждения. Вот просыпается человек, он сразу, да, Шулхан Арух говорит, все, значит, открываешь глаза, первое, и пошло-поехало целый день, даже в туалете, написано, что и как надо делать, в туалете, в ванной, в бизнесе, везде, везде. Значит, это Аллахот, законы. Теперь есть в Талмуде вторая часть, называется Агадот. Агадот, это дословно переводится истории, да, предания, истории, в которых мудрецы Талмуда спрятали все тайны Торы. То есть, они не хотели, не хотели сразу выдать там все тайны, потому что мало ли кто эти тайны узнает, и что потом с этими тайнами сделает. И они, как бы, закодировали эти тайны в эти все истории, чтобы те люди, у кого есть ключи к пониманию этих тайн, они могли, передавая ключи, как бы, из поколения в поколение, вот эти вот ешивы, там есть мудрецы, они объясняли, как работает мироздание. Но пользоваться этими тайнами для личных целей нельзя. А всегда были люди, которые начинали этим пользоваться для личных целей. Это называлось магия. Магия, колдовство и так далее. И это запрещено. То есть, это есть, но это запрещено. Теперь, значит, вот здесь нам сказал царь Шломо, что мусар вот этот вот, он хорош, то есть, хорошо заставляет себя действовать, как тебе приказывает твой интеллект, только если в интеллекте запрограммированы правильные действия. То есть, если ты знаешь, что такое хорошо, что такое плохо, тогда ты должен заставить себя сделать то, что хорошо, и не делать то, что плохо. Но если у тебя поменяно местами, что такое хорошо, что такое плохо, и ты в интеллект загрузил неправильные понятия, а потом мусаром заставил себя делать то, что по твоему интеллекту кажется правильным, то он говорит, вот такой мусар не слушай. То есть, нужно понимать всегда, куда тебя ведет тот человек, который пытается на тебя влиять. Понятно, да, идея? Теперь 28-й отрывок. Эд билиаль ялит смешпад. Продолжает он ту же самую идею и говорит нам следующую вещь. Свидетель блияаль. Такое слово блияаль, это как ругательство такое. Ну, то есть, это разрешенное ругательство. Ты, ну, то есть, в Торе нет плохих слов. То есть, нет ни матов, ни ругательств. Вообще нет. Я когда... Интересно, что я изучал иврит в Ешиве. Я не знаю, как ругаться. У меня в иврите я не знаю ни одного плохого слова. Представляете? То есть, здесь я русский изучал на улице. Ну, как бы, да, и понятно, что любой, кто изучал русский язык на улице, у него прямо в ассортименте все эти названия ужасные, да, вот там. В иврите, в Лошона Кодыши, в святом языке в Торе есть ругательство, вот это блияаль. Значит, блияль, это если расшифровать это слово, нет на тебе ярма небес. Ты не богобоязненный, типа, оскорбление такое. Ты бога не боишься. Блияль, это тот, кто без ярма, то есть, нет на нем вот этого ярма торы, страха перед небесами. И говорится, что свидетель такой не богобоязненный, ялиц мешпад. Он, значит, ялиц, это насмехается над судом. Что это значит? Вот есть люди, я помню, когда я стал религиозным, я видел все, я реально такой верующий, все, бог, приехал в Яшиву, учусь в Яшиве, мне повезло, что я сразу познакомился. Равыц, как Зильбер, один из 36 цадиков, на которых мир стоит. Равмоша Лейбель, там, Рав Александр Розенштадт, Равызя Коган, то есть, такие люди, ну, святые. Реально, мне повезло, что мой путь в Тору, он шел только через по-настоящему святых людей. И тут я приезжаю, значит, к одному там еврею такому, ну, с маленькой типой на голове, такой, его путь в Тору шел через Лайтмана, через, ну, какой вообще непонятный вообще. И он вроде бы и начинал соблюдать, но совершенно ему вот не повезло, что он, ну, в общем, он не через тех людей шел. Я помню, вот у нас с ним был первый разговор, и он говорит, вот, вот эти религиозные там, ну, в Яшивах, которые сидят бездельники, там, то-сё, они там, и добавься эти гадости, которые рассказывают про религиозных, ну, журналисты, которые сами по себе, ну, вторая древнейшая профессия, да, они сами себя так называют. И он мне говорит, вот, они там ходят туда, по публичным домам, там, всё. Я говорю, ты видел сам личное? Нет, не видел, но люди рассказывают. Я говорю, какие люди рассказывают? Вот сами те люди, которые туда ходят, они рассказывают, что ты им веришь, если они туда ходят. И второе говорю, если он одет как религиозный, это не значит, что он религиозный, вообще не значит. То есть, он может быть вполне одет в религиозную одежду, у него может быть длинный волосяной покров, ну, вот тут вот даже это не борода, а просто он волосы отпускает. Тут у него могут быть тоже волосы длинные. Но то, что он внешне одет как религиозный, это не значит, что он религиозный. И если он делает вещи, которые Тора запрещает делать, то в этот момент он доказывает своим действием, что он нерелигиозный. Несмотря на то, что он одет как религиозный, но преступления религиозный человек не делает. То есть тот, кто делает преступления, в этот момент нерелигиозный человек. Это ничуть не дает тень на религию как таковую. Ни на Бога, ни на заповеди, ни на кого. То есть человек в момент, когда он делает преступление, написано в Талмуде, что человек делает преступление, только если он сошел с ума в этот момент. Потому что в нормальном состоянии он не будет делать преступления. Так что Но теперь, значит, смотрите, что тут написано. Что есть вот эти вот люди без ярма, он насмехается над судом. То есть он такой еще, внешне соблюдает, он над всем начинает насмехаться. Это вот этот без ярма человек. Теперь дальше. Упиры шаим и влаавен. А род злодеев настоящих, он вообще проглотил грех. Что это значит? А он говорит, это вообще не грех. То есть есть люди, которые они, на них уже нет страха перед небесами, но они внешне еще что-то соблюдают по каким-то причинам. А есть злодеи, которые говорят, вообще этого ничего нет. Нет ни наказания, нет ни награды, нет ни добра, нет ни зла. Типа делаешь, что хочешь. То есть для них уже то, что они делают, это вообще не грех. То есть они, о чем вообще грех? То есть вот эти вот парады гомосексуалистов. То есть есть как бы по всем религиям, по всем религиям. Это грех. Все. Я не знаю, что буддисты по этому поводу говорят. Единственное, ну не знаю. Но, наверное, тоже грех. Ну то есть что-то такое, да? Там мужик мужика. Но я думаю, что для буддистов это грех тоже. Не, мне интересно просто, для буддистов это грех или не грех. Надо выяснить. Но для иудаизма, для мусульман, для христиан, то есть большая часть мира, это было всегда грехом. Теперь написано в Торе, что это грех. Теперь дальше. Те люди, которые это делают, они могут это делать втихую. Осознавая, что это грех, ну типа, ладно уж там согрешу. Ну такое, да? Разок. Это одно. И он мучается, у него все время есть шанс вернуться обратно. Есть те, которые говорят, это не грех. Это типа, это нормально. Мало того, это нормально. Парад гордости. Это гордо быть таким. Я буду таким, и я всех заставлю, чтобы все тоже были такими. То есть это уже как бы перебор. То есть это как раз об этом здесь сказано, что у Пиры Шаим и Влаавен род злодеев проглатывает грех. То есть он говорит, а это не грех. Вообще это не грех. И вот это становится страшно, потому что у него нет шансов вернуться. Потому что раз он считает, что это не грех, то куда ему возвращаться и раскаиваться. И он других людей, если это добро, так он будет прям придет в детский садик и начнет мальчика уговаривать, что это добро. А что это, если это добро, так что нет? Ну это же не грех, логично. Это как пришел Рабинович в ФСБ и говорит, я хочу уехать, срочно мне надо уехать в Израиль. Ему говорят, а что-то вы раньше не уезжали. То есть при Советском Союзе, уже после Советского Союза развала можно было уехать. Что вы сейчас решили уехать? Сейчас-то уже все нормально. Теперь, значит, он говорит, вы знаете, я вам сейчас скажу причину. Говорит, при Сталине за гомосексуализм расстреливали. При Брежневе садили в тюрьму. При Горбачеве перестали обращать внимание. Сейчас уже проводят парады гордости. Я, говорит, боюсь, что с такой как бы динамикой скоро это станет обязательным. С такой динамикой скоро это станет обязательным. Значит, военные парады тогда что? Военные парады это братва. Вообще, военные парады это братва. В каждой стране когда-то захватила власть бандиты. То есть были бандиты везде. Там они захватывали власть. И они говорили жителям своего там места. Говорят, мы сейчас будем с вас получать. Вы нам платите налоги. На эти налоги мы делаем армию. Теперь эта армия, если получится, мы пойдем грабить других. Но если не получится ограбить хорошо других, то есть там Наполеон, чем это является захватничество воины? Это грабеж. Мы сейчас пойдем, всех поубиваем мужиков, баб заберем и бабки заберем. И будем с них получать. То есть любая война это по сути простой грабеж. Теперь, ну чтобы на тебя не напали, вот это вот, ну братва, которая держит свой народ в рабстве, да? Они должны показывать, что они сильные. И военные парады, это они показывают, что они сильные, показывают, ну там, типа, смотрите, какие мы сильные, да? Все. Это братва с братвой рубятся. Очень смешно было. Сейчас была, ну там, Первая мировая война, в общем-то, они собрались там, все. И, значит, такие статьи, типа, а вот Трамп Путина руку ему пожал и по плечу похлопал. А Путин ему большой палец показал. А Порошенко Трамп руку не подал. Там, типа, знаешь, а он хотел, знаешь. И, ну вот, и видно, значит, идет вот этот вот Трамп, стоят эти все президенты. И действительно Трамп, знаешь, там этому пожал, этому пожал. Там какой-то черный стоит, он и этому пожал, и охраннику пожал. А там стоят разные президенты, ну, чуть подальше. И видно, что они все так, ну, пожмет нам Трамп-то руку, не пожмет. Вот, а он, типа, им не пожал. Такое, как, знаете, как это точно, как вот люди хотят селфи с кем-то сделать, да? Хорошо, значит, двигаемся дальше. 28-е, 28-й, мы уже изучили отрывок. И последний отрывок юбилейный в 19-й главе. Давайте посмотрим, успеем сегодня? Ну, должно успеть, да. 19-ю главу мы заканчиваем. Нахуно ля лицим шватим. Уме алумот легав кселим. Значит, и последний отрывок, он звучит так. Готовы к кощунствующим каре? Готовы уже. Все, всем кощунствующим, всем лейтим, всем, кто насмехается над Торой, над мудрецами, над Богом, не дай Бог, да? Чтобы над ним насмехались. Им всем готовы каре? Я приготовил и объяснил. Значит, готовы к кощунствующим каре и побои на спину глупых. Так переводится этот отрывок. Значит, не глупы, кселим, это те, кто грешат по... Те, кто грешат по... Вожделением называется кселим. То есть, есть люди, которые грешат, потому что их животная природа, она у них такая тренированная и победила. Как я был в субботу на уроке Равпинкас-Вишетстве, и он называет это скотная душа. Ну, он... На иврите это звучит нефеш бегемит. Беема, это... Беема, это животное. И... Беема, это домашнее животное на иврите. Интересно, что теперь понятно, откуда слово бегемот. Беемот, это когда бегемот. Когда евреи увидели первый раз вот это животное, они сказали, вот это бегема, это не бегема, не одно животное, это бегемот, их много. Ну, то есть, это огромное животное такое. И, значит, вот эта душа внутренняя, животная душа, называется нефеш бегемит. Но на русский правильно перевести животная душа, а Равпинкас-Вишетстве, он почему-то переводит скотная душа. Ну, как скот, видно, ему сказали, что домашнее животное называется скот. И он называет это скотная душа. Но скотная такой оттенок не очень. В общем, есть те, кто грешат через... Из-за того, что их вот эта вот животная душа, она у них очень сильная. И они не могут совладать. Вот он хочет кушать, ему не важно, что... Ну, там, это запрещено сейчас, ну, там, это еда. Он не может не поесть, да. Есть животная душа, там, то же самое отношение касается. Ну, и так далее. То есть, кто-то не может встать с кровати, кто-то не может рано лечь. То есть, их ведет вот эта вот животная душа. Теперь, есть те, которые грешат интеллектуально. То есть, они служат идолам, они философы, они скептики, они придумывают какие-то системы, в которые они верят. То есть, есть два типа греха вот этого, да. Есть животные и есть интеллектуальные. Теперь написано. Приготовленные для насмешников, те, кто интеллектуально грешат, шватим, суды на небе. Потому что духовная часть, духовная сфера относится больше к небу. Ум и алумот, значит, легав к селим. И удары, побои на спину вот этих вот грешников по вожделению. Все идет мера за меру. Все идет мера за меру, потому что... Я помню, как вот, очень на меня произвела это впечатление история, как один там очень такой сейчас уважаемый, верующий, соблюдающий еврей, он все уже соблюдал. Единственное, он не мог отказаться от морепродуктов. И вот пока он от этих морепродуктов три раза подряд не попал в больницу, он от них не мог отказаться. То есть, ему шло через тело наказание. И он такой очень богатый, он все время... Так он любил эти морепродукты, что он специально летел через там Амстердам, чтобы в каком-то там ресторане очень дорогом поесть этих мидий свежих там, не мидий, а каких-то устриц. И он говорит, я уже все соблюдал. Но я не мог, они мне снились. И я, говорит, приезжаю туда, перелет, и я, значит, дух, съедаю эти мидии и попадаю в больницу, распухаю там, чуть не умираю. Я к ним прихожу, говорю, как? Это самое, вы что, меня накормили не свежими этими самыми? Они говорят, нет, вообще у нас свежайший, ну, то есть там очень дорогой ресторан. Он говорит, ладно, потом приезжает он в, там, в Киев. Значит, его тоже прошло время, его приглашают кто-то из друзей и макароны с, ну, с этими морепродуктами, какая-то паста итальянская. И он опять ест эту пасту и попадает в больницу. И третий раз он летел в бизнес-классе, и там была уже рыба, он уже все, зарекся есть морепродукты, все, но была рыба, и он спрашивает, рыба ваша, говорит, она с плавниками и чешуей? Ему говорят, да, конечно, там с плавниками и чешуей. И он, значит, он говорит, и я уже как бы, уже я морепродукты отказался, но тут вот я не проверил все это. Ну, как бы, он еще соблюдал кашрут, но так, наш, верил на слово. И он съедает эту рыбу, попадает опять в больницу, проверяет, ему какую-то рыбу дали без плавниковой чешуи, то есть запрещенную, и он перестал ехать. То есть у него было, вот это был грех по вожделению, три раза, да. И у него все шла отдача через тело. Теперь те, которые грешат интеллектуально, у них идет наказание на уровне, то есть они запутаны в мировоззрениях, и как у них там эта вся система распутываться будет, это я не знаю. Понятно, да? Хорошо, друзья, все, мы закончили 19 главу, с Божьей помощью. Есть как раз, сейчас Влад Косов, он приготовил, он приготовил вот этот вот перевод, перевод 19 главы, и там я в конце привел 13 принципов веры, которые сформулировал Рамбам. И там есть 11 принцип веры, что верующий человек, который верит в Бога, он должен верить, что в обязательность награды, то есть не может быть, чтобы награда не пришла, и в обязательность наказания. То есть на этом построена вся система, вся система на этом построена, и вот здесь 29 отрывок нам и в этом сказал. Приготовлены, уже приготовлены кары для кочунствующих и побои на спину грешников. Все, друзья, я желаю, чтобы мы не попали в категорию грешников и кочунствующих, чтобы мы были с Божьей помощью только верующими, верующими в Бога в чистом виде, соблюдали заповеди и, значит, любили Бога, чтобы у нас было за это благословение, здоровье, деньги, гармония внутри. Главное, чтобы внутри было хорошо, и с Божьей помощью так оно и будет. Все, поэтому три вывода. Три вывода, ну, для меня вывод главный. Изучай, то есть первое, нужно поставить под контроль себя, под контроль интеллекта, второе, нужно интеллект запрограммировать Торой, знать, что делать. И третье, чтобы идти по этому пути и не сворачивать, нужно знать, что награда будет и наказание будет. И тогда ты будешь идти и не сворачивать. Все, удачи, успехов. Напишите, пожалуйста, свои три вывода. И, значит, и пусть эти выводы нас ведут по жизни. Все. И ведут куда? К вечной жизни. Все, всем пока. Все, я делаю шишонина, все, делаю каждый день упражнения. Сегодня еще не делал, но вот сейчас прям должен сделать. Все, удачи, успехов, пока. Пока.